Здравствуйте! В эфире программа «Лицом к лицу». Меня зовут Сергей Чернышев. Молодое поколение страны – это те, кто создает ее историю. Наше исследование раскрывает опасения, стремления ценностей и образ жизни украинской молодежи. Это важные индикаторы. С одной стороны, демонстрируют связь с советским наследием, а с другой – направление будущего развития общества, ответил директор регионального представительства фонда имени Фридриха Эберта в Украине Марсель Ретих. Центр «Новая Европа» представила результаты всеукраинского опроса молодежи. У нас в гостях сегодня аналитик Центра Дарья Гайдай. Дарья, здравствуйте! Я почитал все цифры, конечно, достаточно сложно написано, максимально понимаю, что вы пытались упростить, но тем не менее показывают, как разделяются мнения украинской молодежи по поводу, например, вступления Украины в ЕС, вообще в евроинтеграция, в принципе, и вступления Украины в НАТО. В целом, можно сказать, что да, действительно, на Западе поддерживают большее количество, если брать по центрам соотношение, чем на Востоке. Если брать север, центр и юг, то здесь примерно поровну распределяются голоса, но, как говорится, далеко все неоднозначно. В целом, украинская молодежь не поддерживает абсолютным большинством ни евроинтеграцию, скорее всего, потому что об этом мало знает, ни вступления в НАТО. Вот почему такие цифры? Во-первых, большинство молодежи, 60%, поддерживает вступление в ЕС. То есть это единственная такая четкая цифра. Мы попытались сделать опрос с большим количеством нюансов, потому что очень часто социологические службы спрашивают, поддерживаете вступ или не поддерживать. Мы пытались, так, мы поставили этот вопрос, поддерживаете ли вы вступ в ЕС, вступление в ЕС, и его поддержали 60%. Но вместе с тем мы спросили... В целом, да, чем нет? Есть еще, например, такая формулировка интересная. Абсолютно поддерживаю или в целом поддерживаю? В целом поддерживаю и, скорее, поддерживаю 60%. Но мы также спросили, какие есть аргументы против вступления в ЕС. И ни один из аргументов не набрал большинство более 50%. А аргументы какие были, например? Угроза национальной... Безопасности. ...идентичности. Что Украина утратит свой суверенитет. Что наибольшее количество людей поддержало более 30% утверждения, что это приведет к тому, что многие украинцы оставят Украину, да, эмигрируют. И наиболее эти опасения в Киеве. Можно предположить, что уже сейчас в Киеве это ощущается, и поэтому есть такое опасение. Также боятся... Ну, в основном на учебу же выезжают. Ну, боятся, что после учебы, значит, останутся. Также мы спросили, какие позитивные стороны в ЕС они видят, и как они оценивают это в Украине. Это верховенство права, это и уровень жизни. То есть очень много... Материальный достаток. Я читал, был такой аргумент. Материальный достаток, причем очень большой процент. И все, то есть во всех регионах Украины молодежь оценивает за всеми критериями именно Европейский союз позитивно, а Украина негативно. Поэтому наши фокус-группы, мы также провели фокус-группы после опросов, и мы уже спрашивали, какая у вас мотивация, почему вы не поддерживаете, или почему вы поддерживаете. И мы выявили, что очень много молодых людей просто не верит, что Украина станет членом ЕС. Поэтому они... Уже сейчас? Да, уже сейчас, да. И в обсуждениях они говорили... До 30 лет молодые люди, правильно? Да, да. И поэтому вот это неверие, оно заставляет, как молодые люди хотят быть более, как они считают, реалистичными. И поэтому многие, например, третьи выступают за нейтральный статус. То есть не всегда, если человек говорит, что он против, это означает, что он негативно оценивает Европейский союз. Ну вот смотрите, подавляющее большинство, да, 60%, хорошо, назовем подавляющим большинством, против выступают всего 12%, 24% не смогли определиться. Соответственно, это те 24%, которые могут присоединиться к 60%. И теперь с чем ассоциируют? 52% это экономическое развитие, связывает с высоким уровнем жизни, лучшими возможностями для трудоустройства 54%. В контексте ответственного государственного руководства почти половина, 49%. Ну вот я смотрю на цифры, либо 52, либо 49. То есть около половины, в принципе, всего. Например, чуть более 52% респондентов считают, что членство Украины в ЕС поможет защитить права человека и меньшинства. То есть пополам разделяются, по сути, да, сейчас голоса? Или в зависимости от формулировки? В зависимости от того, как много знает так что респондент о жизни в ЕС, о жизни в Украине, как он оценивает эту разницу. Потому что, конечно, для респондентов, которые никогда не были в ЕС, им трудно определить. Они определяют по тому, как они видят по телевизору или слышат от своих знакомых. Да, поэтому это тоже вопрос, надо исследовать, откуда они получают информацию, почему они так считают. Но главное то, что ЕС среди всех организаций международных, которые мы включили исследование, имеет наименьший вот этот уровень недоверия. И даже на Востоке наименьшее количество, 12%, не доверяет ЕС. Но в целом на Востоке, я читал, доверие к ЕС увеличилось. Как, например, о НАТО сейчас отдельно поговорим, давайте о ЕС. Что, в принципе, симпатии к ЕС выросли, и на Востоке в том числе. Но пока что там самый низкий процент доверия, либо поддержки. Большая часть респондентов более 30% поддерживает вступление в ЕС, доверяет ЕС. Но, конечно, это не абсолютное большинство. Многие, мы заметили, что когда мы спрашивали о политических вопросах, о внешнеполитических вопросах, многие респонденты на Востоке и на Юге, они не хотели отвечать или не могли. То есть говорили, что не могут ответить или не могут определиться. Ну, потому что недостаточно информированность. Если не могут ответить, и нет своей позиции. А, возможно, они также чувствуют определенную поляризацию мнений, и они не хотят в конфликт принимать какую-то сторону. То есть мы должны понимать, что эта молодежь, она определенным мерам дезориентирована. Может быть, сильное влияние родителей. Возможно, если родители, например, выступают очень остро против интеграции на Запад. Но на Востоке и на Юге традиционно. Конечно, молодой человек, который видит позитивные стороны ЕС, он в то же время видит этот конфликт внутри общества. Северо-Атлантический альянс, интеграция в НАТО. Тут несколько иные цифры. Каждый третий среди молодых украинцев вообще не доверяет. Или скорее доверяет НАТО. 33%. Лишь 4% полностью доверяют. А 16% скорее доверяют альянсу. Тогда как 29% остаются нейтральными. Здесь тоже недостаточная информированность? Или все-таки миф о том, что НАТО это некий блок, который угрожает безопасности еще Советского Союза, то, что навязывался? В чем проблема? Можно посмотреть на эту проблему с этой точки зрения. Но также на фокус-группах был аргумент, что НАТО на самом деле не сделало ничего, чтобы защитить Украину. Украина не член альянса. Мы понимаем, но молодые люди на фокус-группах, что поведение НАТО могло быть более жестким, более решительным. Ну как, вводить свой контингент? Мы же не в коллективном договоре безопасности. Это понятно. Коллективно нас не смогли поддержать безопасно. Мы это понимаем. Но мы также понимаем, что ЕС не может действовать более решительно, там тоже помогать нам оружием. Но многие молодые люди считают, что Запад, и это одна из, что мы также увидели на фокус-группах и вопросах, должен делать больше именно в поддержке Украине. Это более решительно противостоять России, давать Украине оружие. То есть эти настроения есть. И на Востоке, и на Юге есть много, конечно, мифов о НАТО. Но главный, главный такой аргумент против членства в НАТО, как мы увидели, это то, что есть опасение, что если Украина станет членом НАТО, тогда украинские молодые люди, они будут должны воевать на стороне НАТО где-то в другом государстве. Вот этот и есть главный... За интересы третьих стран. Да, да, за интересы третьих стран. Это главный аргумент против. Другие аргументы о том, что это приведет к усилению конфликта с Россией, он не был поддержан большинством. Поэтому НАТО мало информации, да, и непонимание, как функционирует эта структура. А будет ли иметь, например, успех референдум, который анонсировал президент, да, и о вступлении в ЕС, и о вступлении в НАТО, например, с другой стороны, среди молодежи больше сторонников вступления Украины в Альянс 33% против 19%, которые это не поддерживают. 19% не поддерживают, 33% поддерживают. То есть, соответственно, но все равно молодежь будет определять в будущем. Это та сила движущая, которая и будет определять нашу политику внутреннюю и внешнюю. Да, мы видим, что большинство выступает за, и всегда на референдумах, на выборах определяют те, кто придет на голосование. То есть у нас цифры в общем. А молодежь должна, надо заинтересовать молодежь приходить на выборы, и на референдум в том числе, если он будет проходить. Да, поэтому в НАТО молодежь видит в аргументах позитивных, аргументы за членство, это и укрепление безопасности Украины, и укрепление армии Украины. То есть, есть вот это понимание, что именно НАТО, не ЕС, может помочь Украине укрепить ее безопасность. Потому что в ЕС эти аргументы, они были на последнем месте. Потому что молодые люди понимают, что ЕС это прежде всего экономическое развитие Украины. И очень интересное исследование, портрет украинской молодежи. Тоже ваш центр представил. Тут совершенно интересные цифры. Например, 91% украинской молодежи пользуются соцсетями. 61% гордится, или скорее гордится тем, что она является гражданами Украины. 80% никогда не ощущали дискриминации в отношении себя. 61% считают, что Россия несет ответственность за вооруженный конфликт на востоке Украины. Дальше там тоже интересные цифры, например, что половина, 50% молятся и так далее. Как проходила эта выборка? Как вы определяли? Это часть этого исследования, которое мы говорили. Это все одно исследование. Мы исследовали разные сферы. То есть и от семьи, от семейных планов до внешней политики, до внутренней политики, до конфликта с Россией. То есть все сферы. Это был большой опрос. И мы опросили 2000 респондентов. Компания JFK на нашу просьбу это сделала. И мы получили такой портрет украинской молодежи, который он есть сейчас по разным сферам. И мы видим, да, что украинская молодежь, она меньше, чем мы бы ожидали, интересуется политикой. Всего 13% как бы активно интересуется политикой. Активно большинство информации получает именно с интернета, с соцсетей. То есть активными пользователями соцсетей. Ну то есть могут сами находить информацию. Это уже как функционируют соцсети, можно об этом говорить. Если пользуются соцсетями, то, соответственно, и ищут информацию в интернете на других источниках. При этом, смотрите, да, ответ на мой вопрос. И на ваш, и на мой, соответственно, как заставить ходить. Ну, не заставить, а как... Мобилизировать. Да, мобилизовать для того, чтобы ходили на выборы. 10% молодежи в Украине интересуются политикой. То есть 90% получается не интересуются. Соответственно, на выборы, на референдумы не ходят. То, кто активно интересуется. Это процент тех, кто активно, то есть смотрит новости, следит за событиями. Есть еще процент, более 20%, кто иногда интересуется. Но это тоже, это очень ситуативная, как мы понимаем, категория. То есть интересуется и не интересуется одновременно. Мы увидели и на фокус-группах, что молодежь, она не доверяет, очень не доверяет политикам. Это одна из причин, почему они не интересуются политикой, потому что они не доверяют лидерам. Но при этом доверяют демократии. 58% считают, что демократия хорошая форма правления, например. И они не берут активного участия в разных таких и политических движениях, и общественных движениях. То есть они не берут участие именно в какой-то общественной деятельности, подавляющее большинство. И поэтому, конечно, для них, если они не доверяют политике, как такой в Украине, они считают, что вот интересоваться, а вот на фокус-группах мы увидели недоверие. Еще один буквально короткий вопрос меня заинтересовал. Каждый пятый молодой украинец никогда не читает книг. Имеется в виду вообще книг или аналоговых, скажем так, электронных книг читают? Был вариант, что возможно так, что электронные. То есть вообще не читают книги? Да, был ответ никогда. Ну, по крайней мере, читают соцсети, да? Ну и что меня тоже так порадовало, что взрослеют украинская молодежь, назвали лучший возраст для брака 46%, это 25 лет. Спасибо вам большое за разъяснение. Я напомню, что гостей программы «Лицом к лицу» была аналитик Центра «Новая Европа» Дарья Гайдай. Меня зовут Сергей Чернышев, это UATV. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова